Закон о долевом участии В первом чтении наша фракция поддержала этот законопроект, хотя высказала целый ряд серьезных замечаний, которые необходимо было устранить во втором чтении. Могу с удовлетворением отметить, что работа комитета, депутатов, Минстроя позволила во втором чтении внести сбалансированный законопроект, который решает целый ряд серьезных задач. В первую очередь будет создан компенсационный фонд, государственный компенсационный фонд. В рамках публично-правовой кампании государство фактически возьмет под полный контроль ситуацию с остановленными стройками. В перспективе государство полностью возьмет ответственность на компенсацию обманутых дольщиков. Вторая серьезная составляющая. В рамках этого компенсационного фонда очень серьезно будет рассмотрена ответственность застройщиков, и государство берет на себя ответственность за добросовестность этих застройщиков. Третья составляющая. Мы принципиально поправками добились, чтобы дольщик, который может в перспективе оказаться обманутым, сам выбирал, что получить. Или достроенное при поддержке государства жилье, или же финансовую компенсацию, исходя из рыночной стоимости недвижимости. Но, к сожалению, этот законопроект не может решить целый ряд других важных вопросов, решение которых требует время. Это, в первую очередь, защита тех дольщиков, которые на данный момент уже оказались обманутыми. Таких дольщиков по всей стране насчитывается порядка 150 тысяч. Вы знаете, что впервые здесь, в стенах Государственной Думы, в пленарном зале заседаний прошли большие парламентские слушания. И впервые эта проблема приобрела общероссийский масштаб. И мы должны в ближайшее время сделать все, чтобы практически все эти 700 остановившихся строек дошли до своего логического завершения, а граждане получили жилье. Это принципиальная задача. Мы должны ужесточить, в том числе, уголовную ответственность застройщиков за нецелевое расходование финансовых средств. Ну и еще очень важный вопрос. В течение ближайших лет мы должны полностью уйти от системы долевого участия в строительстве, потому что не население должно кредитовать строительные компании, а государство через уполномоченные банки по 5-7% годовых должно обеспечить строительную отрасль ресурсами, не выводя эти деньги за рубеж и не прятая в кубышки резервных фондов, обеспечить развитие строительной отрасли, а население должно напрямую покупать готовые отремонтированные квартиры. Второй очень важный законопроект, о котором сегодня будут идти очень серьезные дискуссии здесь в стенах Государственной Думы, это закон о так называемой лесной амнистии. В первом чтении фракции КПРФ его не поддержало, потому что считаем под сурдинку разговоров о защите дачников, о том, что необходимо привести в соответствие состояние Государственного реестра недвижимости с Государственным лесным реестром, шла попытка в первом чтении узаконить самовольные захваты огромных лесных территорий в подстроительство крупнейших объектов, частных объектов, гольф-полей и других. Мы будем сегодня обсуждать этот законопроект, но рады, что с одной стороны ряд поправок, которые мы предлагали, они будут приняты. С другой стороны, на комитете во вторник было принято две поправки, которые будут сегодня рекомендованы к принятию во втором чтении, которые серьезно изменяют законопроект. Кстати, одним из авторов этих поправок является председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Это вопрос, связанный с тем, что лесная амнистия не будет распространяться на особо охраняемые территории. Фракция КПРФ принципиально говорила о необходимости принятия этой поправки. И самое главное, чтобы размер участков, которые попадают под лесную амнистию, было установлено региональным законодательством, но в первую очередь, как правило, они не превышают 25 соток. То есть мы, приняв эти поправки, не допустим у заканивания самозахватов сотен гектаров лесных насаждений. Особенно это актуально здесь, для Московской области, для Звенигородского лесничества, для легких города Москвы. Но для нас окончательное голосование по законопроекту будет связано с тем, будет ли принята наша поправка о том, что датой отсечения начала лесной амнистии является 1 января 2007 года, то есть дата вступления в силу лесного кодекса, а не 1 января 2016 года, как предлагает нынешний законопроект. Фактически, перенося эту дату на 2016 год, мы говорим о том, что мы соглашаемся с вот этой вот девятилеткой возможного ухода охромных лесных массивов в частную собственность. Поэтому наша фракция, поддержав две ключевые поправки, будет наставить на принятие поправки, которую предложила фракция КПРФ в Государственной Думе. Вчера в Государственной Думе прошли парламентские слушания о бюджетной, налоговой, таможенной, тарифной политике на 2018 год и на последующие три года планового периода. Но, вы знаете, позитива, как такового, к сожалению, было совсем немного. Хотя цели, которые были продекларированы, значит, Министерством финансов, и не только Министерством финансов, правительством Российской Федерации, эти цели, собственно, благие. Какие? Это рост темпов экономического развития нашей страны, вот, и увеличение доходов населения. Это то, что сегодня, вот, надо ставить во главу угла, то, что сегодня действительно необходимо. А вот какими механизмами предлагается это сделать, здесь есть много вопросов. Прежде всего, мы рассматривали основные направления налоговой политики. Налоги не должны быть повышены, то есть налоговая нагрузка не должна увеличиваться. Но сегодня, в третьем чтении, мы принимаем законопроекты, которые с 2018 года будут оказывать серьезное влияние на формирование бюджета. Это, например, такой закон, как закон о курортном сборе. Ну, скажите, чем не налог? А ведь мы декларируем, что налогов больше не будет. И выше они не будут. Дальше давайте посмотрим. Мы рассматриваем сегодня, в третьем окончательном чтении, еще один законопроект об изменениях в налоговый кодекс. Так, так, в этом законопроекте четко сказано, что мы будем увеличивать акцизы. Это разве не налог и не увеличение налога? Значит, мы будем увеличивать НДПИ. То есть, одно слово – декларация, другое – это дела, реальные, конкретные дела. Я заметила вот в этом документе, а вот это и есть основные направления, к нему еще есть множество приложений. Я заметила в этом документе еще ряд таких вот несогласований. Например, утверждается, что рост потребительского спроса будет стимулироваться. И за счет чего? За счет повышения реальной заработной платы населения. Если я сейчас приеду в сибирскую глубинку и скажу эту фразу, я не знаю, какие ответы я могу получить. Но то, что это будут очень серьезные для меня ответы, это точно. Я хотела бы этот вопрос, который могли бы мне задать в сибирской глубинке, переадресовать, значит, Министерству финансов, нашему правительству. За счет чего планируется рост заработной платы? А я вам могу сказать, этот документ отвечает. За счет чего? За счет продолжающейся оптимизации бюджетной сферы. Фельдшер не могла донести больного человека до машины скорой помощи. Тащила на себе практически. А, значит, почему? Потому что оптимизировали санитара. И так можно видеть это все во всей бюджетной сфере. Поэтому вот те направления, которые сегодня нам предлагают, они не меняют системно ничего. И системных изменений, которые сегодня ждет практически вся страна, системных изменений нет. Мы снова сводим концы с концами. Мы снова уповаем на цену на нефть. Мы сегодня объединяем резервный фонд и фонд национального благосостояния. Мы принимаем такие меры, которые разово, может быть, маленькую проблему могут решить. Но в целом для экономики страны, для развития нашей страны эти меры, они явно недостаточны. И у КПРФ есть программа, которая может эти проблемы помочь решить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА